Для детей, достигших 12 лет Вспомним знаменитый фильм «Один дома». Представьте, вы остались дома один, ну или почти один. Что значит почти? У вас же есть кот. Что делать с котом, спросите вы? Правильно, танцуйте. Как говорится, кот лучший танцор. Что говоришь? Нет такой поговорки? Правильно, зато есть танец с котом. Трудовая неделя была уж очень тяжелой и хочется лечь и отдохнуть. Вы правы, нужно лечь в танце. Парни, не можете пригласить девушку на медленный танец на вечеринке? Это проще простого. Как известно, музыка расслабляет, особенно классическая. Послушайте Моцарта или Баха. Не-не, Баха, я тебя не звал. Это композитор такой, Бах. Так вот, вернемся. А что делать, если ты любишь автоспорт и музыку одновременно? Может слушаться звук двигателя? Тоже, как по мне, прекрасная мелодия. Ох, это мелодия для ушей. Вы слышите, что инженеры вложили душу в этот автомобиль. Видно, что любят свою работу. А как говорили все мировые философы, работа должна быть в радость. Следующему герою работа не то что в радость, она его возвращает в детство. Так, я не понял, где мой батут? А-а-а, оператор, ты на нем прыгаешь? Ладно, смотри аккуратно там, камеру не тряси. Эй, подожди, давай поменяемся. Все, уйди, уйди, иду прыгать. Проснулись в субботу утром и хотите есть? А к холодильнику идти-то лень. Правильно, каждый хочет полежать в теплой постельке. А я давно говорил, что все лайфхаки придумали коты. Смотрите, как решил эту проблему наш кот. Поели, воздуха, теперь вы сыты и можно попрыгать на батуте, как один из героев нашего ролика. Представьте, ровная-ровная дорога, примерно как на проспекте Абая. Ехали вы, никого не трогали, и вдруг поворот. И вам, ну вот, вообще никак не нравятся знаки, которые там стоят. Думаете, нет выхода? Выход есть всегда. Вот проблема решена. Убрали непонравившийся знак и поехали спокойно дальше. Если уж по теме автомобилей, то гололед это всегда опасность. Думаете, нужно переживать, если вы только на машине? Нет, героям следующего видео действительно не хватает шипов на своих ботинках. Хотите научиться играть в хоккей? И играть за барыц? Все игроки тренируются прям со всей душой, как именно в этом видео. Сильно устали на работе? Слышали такое выражение? Закипает мозг. Думаете, это фейк? Нет-нет, друзья. Главное, запомните, в любой непонятной ситуации нужно есть суп. У вас есть внук? Нет? А жаль. Лучший лайфхак, который я видел в своей жизни за долгие-долгие 20 лет. Если вы бабушка-тролль, то следующий ролик прям для вас. Друзья, только с нашей программой у вас больше не возникает проблем с мусорными пакетами. Однажды в детстве побывал я в цирке и сфотографировался с такой маленькой, замечательной обезьянкой. Такая она была крутая. Но увидев следующее видео, я понял, что у меня появился новый кумир. Обезьянка прям из 90-х. Встречаем, друзья. Я представляю ее в жизни. Вы видели, как она идет? Солнце светит в глаза. Обезьяна специально для вас. Мне кажется, что у этой обезьянки не хозяева завели ее себе, а обезьяна себе завела их. Сейчас трендом стала виртуальная реальность. Запомните, никогда, просто никогда не играйте в маленьких помещениях в бокс. Ну, конечно, если у вас нет лишнего телевизора. У нашего следующего героя, по всему видимому, он был. И вот какой итог. И снова на улице Гололед. Держите тормоз и надейтесь на чудо. Слышали ли вы когда-нибудь про раздвоение личностей? А про раздвоение тела помните мультфильм «Котопес»? Телевизор может решить все ваши проблемы и все ваши догадки. Зависть очень плохое чувство, особенно если вы утка. Почему утка? Спросите вы. Друзья, с утками нельзя шутить. Смотрите в следующем видео. Не знаете, чем заняться на выходных? А что, если сделать несколько очень полезных предметов? Думаете, это будет очень сложно сделать? Нет, друзья. Лайфхаки в помощь. Хоть буря, хоть круг. Лайфхак мой друг. Смотрим подборку лучших лайфхаков. Смотрим подборку лучших лайфхаков. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...